очередные смартфоны viva уже у нас в студии поэтому без каких-либо отлагательств смотрим на новинки это viva уай 17 и уай 15 смотрим их вместе потому что в принципе это абсолютно идентичное устройство конечно же здесь есть некоторые отличия которые могут повлиять на выбор во время покупки комплект от viva обычно выглядит как для себя внутри обоих коробок вы зарядное устройство кабель micro usb скрепку документацию и очень плотный силиконовый чехол который не износится за несколько дней как это бывает у некоторых других брендов и первое небольшое отличие коснулась комплекта поставки в коробке от уай 17 были вот такие вот наушники вкладыши со встроенной гарнитурой конечно не супер меломанское решение но на первых поларах для прослушивания подкастов роликов на youtube и просто разговорной речи пойдут спутать эти смартфоны очень просто дизайн современный все по канонам тенденции 2019 года большой экран с небольшими рамками вокруг фронтальные камеры красуются в каплевидно аккуратном вырезе а на задней части смартфонов разместились тройные модули камер сканер отпечатка пальцев и логотип компании органы управления тоже впадают справа кнопка блокировки качелька регулировки громкости слева лоток для двух сим-карты карты памяти micro sd внизу динамик разъем для наушников и стали добрый микро юсби у этих смартфонов и ps экраны с диагональю 6,36 дюйма и разрешение hd с одной стороны до разрешение небольшое с другой стороны мы все знаем что смартфоны с таким разрешением славится своим энергопотреблением про энергопотребление этих смартфонов есть еще о чем поговорить чуть дальше об этом будет плотность пикселей 267 ppi здесь имеются режимы защиты глаз режим чтения ну все что нужно в современном смартфоне за производительность вай 17 отвечает процессор mediatek helio p35 вай 15 менее производительных или p22 такие решения хорошо проявляют себя в повседневных задачах интерфейс работает нормально для большинство современных не сложных игр идут на низко-средних настройках графики кстати чуть не забыл сказать оба смартфона поставляются сразу защитной пленкой на экране теперь переходим к памяти у каждого смартфона по 4 гигабайта оперативки у старшей модели 128 гигабайт постоянной памяти у младшей 64 гигабайта с другой стороны оба смартфона поддерживают карты памяти micro sd вплоть до 256 гигабайт смартфон и работают под управлением операционной системы android 9 поколения с фирменной оболочкой fanta choice кстати они мы довольно подробно рассказали в обзоре в его в 15 про поэтому рекомендую посмотреть это видео тоже и вот сейчас я смотрю на оболочку viva и мне трудно сказать на что она вообще похожа есть такое впечатление что эта компания совместила в себе вообще все возможные функции от разных других брендов здесь немножко есть и схожесть с meizu и сяоми некоторые виджеты похожи на ios кстати очень функциональная штука открываем шторку снизу здесь у нас сразу влазит огромное количество настроек виджетов и прочих дополнительных плюшек оба устройства оснащены bluetooth пятого поколения вай фай gps все имеется и вот основополагающая разница при выборе двух устройств nfc имеется только в версии у вай 17 уай 15 от без анасти поэтому здесь вы будете сами оперировать ценой и возможностями при выборе его что примечательно разблокировка смартфона здесь стандартный сканер отпечатка пальца на задней части смартфона которому уже очень многие привыкли работает молниеносно на что нас удивило еще в смартфоне viva v15 pro это то с какой скоростью срабатывает сканер по за разблокировки по лицу там он срабатывал при помощи выезжающей камеры очень быстро здесь выезжающей камеры нет но он тем более срабатывает быстро может даже еще быстрее основные камеры идентичны они состоят из трех модулей на 13 82 мегапикселя фото сделанные днем выглядят ну неплохо сейчас вы сами можете оценить качество максимальное качество записи видео ограничено форматом full hd оптической стабилизации нет так что придется снимать аккуратно все производители смартфонов да и потребители прекрасно знают что камера очень важна сейчас в любом смартфоне вне зависимости от его стоимости каждый производитель пытается выжить максимум в своем ценовом диапазоне но что меня больше всего не то чтобы удивляет в принципе это логично большинство производителей даже в среднем ценовом сегменте и в бюджетном ценовом сегменте делают упор на селфи составляющие потому что это продает смартфоны потому что современные люди подростки девушки парни любят селфи и эти смартфоны не исключение уай 17 20 мегапиксельная селфи камера уай 15 16 мегапикселей и у меня есть такое впечатление что селфи камеры этих смартфонов работают даже лучше чем основные камеры но если бы лично я выбирал эти смартфон это первое на что я бы обратил свое внимание это аккумулятор 5000 миллиампер часов что в этой что в этой моделях это круто потому что 5000 миллиампер часов кто бы что не говорил как будут там не оптимизировали железо и прочие вещи до сих пор количество миллиампер часов все-таки решает и смартфоны с аккумулятором на 5000 живут дольше всех это мы видели в Zenfone 6 это мы увидим и в этих смартфонах тому же здесь несмотря на то что здесь есть micro usb все-таки поддерживается какая-никакая быстрая зарядка но важное замечание когда у вас аккумулятор на 5000 миллиампер часов вам в принципе быстрая зарядка то не нужна потому что вы заряжать смартфон будете по факту ночью когда будете спать весь день он будет легко работать и в 12 ночи у вас может еще остаться чуть ли не 40 процентов заряда смотря как вы используете смартфон поэтому как бы такой беспроигрышный вариант ну что друзья мы вам уже рассказали про смартфон viva v15 pro про смартфону вай 17 уай 15 на этом марафон по смартфонам вивы не прекращается у нас еще есть загашники некоторые модели потом еще новые подвезут поэтому мы будем теперь на регулярной основе рассказывать и про этот бренд тоже поэтому подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые интересные видео не только про viva с вами был Иван Лучков всем пока а 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 у